И у нас сейчас на связи по скайпу Марат Каирленов, кандидат экономических наук, директор Улагат Консалтинг Групп. Добрый вечер, Марат. Добрый вечер, Марат. Здравствуйте. Ну, значительный рост цен на продукты питания мы наблюдаем весь 2021 год. И эксперты говорят, что цены на продукты питания будут расти и дальше. Вы согласны? Да, скорее всего, они будут расти весь следующий год. Но тут инфляция у нас, видимо, надолго. А что говорит мировой опыт? Как известно, что размер заработных плат и пенсии у нас повышается непропорционально росту цен на продукты питания. Как вообще долго государство будет наблюдать за этой ситуацией и какой выход? Есть ли возможность повысить размер дохода населения или все-таки есть какие-то другие экономические инструменты? Ну, здесь вот для борьбы с инфляцией можно выделить два направления. Первое – это либо останавливать цены, что в рыночной экономике достаточно непросто. Второе направление, тоже по нему параллельно можно двигаться, это снизить негативное влияние роста цен на доходы населения. Каким образом? Ну, мер здесь очень много, начиная с роста социальных выплат. Как вы знаете, у нас на социальные расходы в бюджете составляет 10% КВП. В странах УЭСР, на которые теоретически мы ориентируемся, по этот показатель 20%. 10% КВП – это порядка 7 триллионов тенге, хотя бы часть из них, если бы направили, позволило бы кардинально изменить ситуацию. У нашего бюджета есть такая возможность? Ну, при прочих равных условиях, безусловно, здесь достаточно много резервов. Помните у нас, что проблемы, допустим, на таможне, когда у нас сравнивают, допустим, торговлю с Китаем, там несколько миллиардов долларов разница почему-то возникает. С разными странами тоже… Всем известно, что у нас из бюджета получают только часть населения, и в основном большая часть, наверное, работает на бизнес. Как заставить бизнес поднимать зарплаты? Ну, здесь, понимаете, самый лучший вариант – это конкуренция. Она толкает, когда будет бизнес, хорошие условия созданы, будет развиваться, тогда конкуренция за трудовые ресурсы. И здесь будет, так сказать, происходить повышение автоматически. А у нас вот очень много проблем, допустим, вот недавно с Минсельхозом, когда скандал, несколько триллионов тенге, которые были направлены на поддержку сельского хозяйства, они оказались, видимо, далеко не там, где нужно. Ну, вот в Казахстане предложили создать центр по прогнозам цен на социально значимые продукты питания. Как вы оцениваете такие меры? Ну, я бы отметил, что у нас за инфляцию отвечает Национальный банк, ну, у него в мандате прописано, да, контроль за ценами. А ключевой, вот, тем более у нас мы перешли к инфляционному таргетированию, поэтому здесь, наверное, придумывать велосипед, еще один какой-то орган создавать, совершенно смысла я не вижу. То есть у Национального банка просто там более, он и обзоры по инфляции выпускает. Плюс еще мы, видите, должны понимать, что, допустим, цены на то же мясо у нас в стране складываются, это местное производство, но значительную часть мы так же импортируем, допустим, и поэтому, где цены на мировом рынке определяются. Ну, вот помните, у нас весной, когда ситуация с картошкой оказалась, что там выгодно с Египта завозить. Ну, в любом случае цены будет определять рынок, это однозначно. И хотелось бы тогда услышать ваш прогноз относительно цен на предстоящий год, учитывая сложный для сельхозтоваропроизводителей сезон. Ну, видимо, мы будем оставаться где-то в двузначные темпы инфляции, это тем более на продукты питания, это, наверное, реальность вот 2022 года. Того, как, насколько, какие эти цены будут, рост цен. Здесь очень много факторов, которые, с одной стороны, толкают цены вверх, то есть, допустим, тот же рост там выплат по ОСМС, это все издержки для бизнеса или там расширение по утилизационному сбору, это все усиливает расходную часть, вот себестоимость у предпринимателей, соответственно, толкает их к повышению цен. С другой стороны, как вот курс тенге, тоже это значим, очень важный фактор, который будет возможности импорта из других стран. Ну, или та же ситуация с пандемией, поскольку вот сейчас у нас торговля с Китаем затруднена там в силу различных причин, и у нас очень много импортных товаров не может поступить, допустим, для производства того же там ингредиентов, для масла там, ну и прочих продуктов. Ну, во всем мире стандартным считается показатель, когда на продукты питания тратится до 50% от размера заработной платы. Ну, вот в последнее время журналисты любили задавать вопрос министрам, сколько они тратят на закуп продуктов в месяц. И мне хотелось бы спросить у вас, какая сумма примерно уходит из вашего бюджета семейного? Ну, у нас, наверное, около 150 тысяч где-то вот так в месяц уходит на продукты питания. Сколько членов семьи у вас? Членов семьи? Ну, четверо детей, вот мы. На шесть человек. Но, учитывая предпраздничные дни, можно сказать, что цены на продукты питания уже поднимутся на этих выходных, и, в принципе, в следующем году уже не спустятся? Ну, то, что цены будут повышаться, не обязательно прямо в эти выходные. То, что цены будут повышаться, это однозначный тренд. Но, вот, допустим, не знаю, там на виноград может подняться, там немножко снизится. Но основная масса продуктов, это будет дорожать, поскольку здесь вот эти проблемы у нас, они так и не решены, то есть и сдержки бизнеса растут, соответственно, и себестоимость растет, и вот этот тренд на рост инфляции, он будет сохраняться. Ну, то есть, если казахстанцы не хотят, чтобы праздничный оливье вышел им супердорогим, закупать продукты нужно уже в это время, но, как известно, впрок всех продуктов не закупишь, поэтому будем рассчитывать только на свои собственные силы. Спасибо, Марат Каирленов, кандидат экономических наук, у нас был сегодня на связи по скайпу.